Стоять ровно, только так. Постоянное, постоянное, постоянное. Практика, практика, практика. Обязательно движение, практика, практика. Попробуем. Он невысокого роста. А потом, ставь, живота его. Для него это слишком опасно, если вы не уходите на низкую рову. Да, просто для этого момента. А можно, поднимите. Это нормально, если вы очень широкий. Если вы, говорят, вы выше, вы можете сюда-сюда. Я уверен. Попробуем. Когда дети стоят, начинают подбивать. Очень часто дети делают вот этот шаг назад, и получается, что нету подбива. Да. Он идет... Иссумо, усиливался. Да. Он поначал, и усиливался. И так далее. Получается, что он... Как бы не... То есть, нету были... Тогда в этом случае лучше использовать ногу. Жить. Если вы перед подбивом будете наклоняться. Хорошо. И нужно сразу вперед наклоняться, а не в сторону. Просто во время подбива... Какеру, каеру, 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 каеру. Если вы перед подбивом будете наклоняться. Это лучше, когда мы делаем что-то, это лучше. Все сидите. Сидите. И начните говорить. Потому что в других случаях... Если есть какие-то вопросы... Но когда он сказал, «Попробуйте, чтобы все пытались... Попробуйте мне». Вопрос в жизни. Вопрос в жизни. Я беспокоил все схожи. В момент такой... Во время подбива... Лично я не могу понять. Когда я подбиваю эту ногу, постоянно вставится эта нога. Каким образом правильно подбить, чтобы у него был правильный вылез, когда именно две ноги вылетают вверх. Чтобы вот эта нога... Раз, бам... Да, и вот она. Она мешает. Нет, здесь, может быть, проблема неправильная в руке. Надо бросать. Может быть, нет, проблема в этой руке, чтобы он правильно вышел. Да, мы сейчас давайте будем... Это проблема, которая больше касается более высокого уровня техники. Сейчас мы как-то остановимся на 8-12 лет, как же, пожалуйста. Жизнь неудобно. То есть очень важно, чтобы ребята сохраняли правильную технику. Вот в этом возрасте нужно давать правильную технику. Мой совет такой, да, вот это от меня. Просто сказать, чтобы они не отшагивали. Просто... Эта проблема очень легко устраивается. То есть партнер, когда стоит, просто вы должны говорить, чтобы он стоял на двух ногах. Не уходил. Даже, может быть, чуть-чуть... Эту ногу, может быть, чуть-чуть отставить назад. И тогда он будет на этой ноге. И вопрос. Сразу Асота Гари делать? Или все-таки Асота Атошу начинать с маленького возраста? Сначала Асота Гари. Асота Гари. Вот здесь. 基本的には Асота Гари. В базе обучается Асота Гари. Асота Гари. Асота Гари. Асота Гари. Асота Гари. Асота Гари. То есть базовое исполнение это Асота Гари. Асота Гари. Асота Атоши это вариант, когда уже индивидуальная техника там растет у человека. И он может делать уже такие варианты. Но в базе всегда дается именно Асота Гари. Давайте попробуем. Давайте попробуем. Ну так как есть те, кто... Ну кто-то хорошо делает, кто-то не очень. Если есть какие-то отзывы, да, или там что-то такое, задавайте сейчас. Асота Гари. Сейчас мы поделаем вариант, когда догоняем. Партнер движется от вас. И мы в этот момент делаем Асота Гари. Чуть-чуть пошире, да, чтобы было пространство для работы. Если я кому-то спиной развернулся, извиняюсь. Hello. Продолжение следует... 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 по 5 раз каждый 5 бросочков один, 5 бросочков один сейчас то, что сделал до этого Акада Сенсей показывал броски это для тех, кто уже хорошо делает страховку то есть тот уровень, когда высокий уровень понимания техники и умений страховаться поэтому сейчас понятно, что вы все уровень нормальный и вы не можете страховаться нормально но давайте по поводу тогда, когда в самом начале удается что делать что делать, когда партнер не очень хорошо делает у кеми начальное обучение то есть что делать что делать Образ должны держать в голове правильно все таки. То же самое делайте и в конце, очень важный момент, посмотрите, контролируется рука, чтобы она не отпускать, не разрывать. Это в начале, потом то же самое. И потихонечку, потихонечку, без силы, просто по этапу. То есть принцип такой, с низкого положения до высокого постепенно поднимаемся, так, чтобы партнер привыкал к падению. И скорость броска то же самое, с низкой постепенно поднимаем до высокой, усиливаем. Это не только ось покажи, но и ось покажи, но и ось покажи. Это не базовый вариант, это вариант для начинающих, который показывается тогда, когда дети только начинают, и потом они уже демонстрируют эту технику. Укеми начинается с того, что сначала самостоятельно делается. Правильное Укеми, сейчас он показал упражнения, которые правильно должны делаться. Сначала он делает самостоятельно, после этого. В обе стороны делается, потом вправо-влево. Уширо сабаки. Уширо сабаки, делаем разворот назад и после этого скручиваем. То есть, очень похоже падение на то, как будет после ухода горит. После этого стоим. И, после этого, уху сабаки. Уширо сабаки. Уширо сабаки. То есть, когда вы делаете этот шаг назад, ваш партнер шагает вперед. Уширо сабаки. 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 Делайте тайсобаки и просто используйте свои руки. Здесь эта отработка сейчас, да, это работа для Уке. То есть это Уке работает, это не то, что бросок. Тут больше сейчас работа Уке, то есть он должен отработать и постепенно с низкого уровня до высокого подняться, не бояться падать. Следующий шаг. Да, то есть давите на него сначала и потом тянете вперед. Давайте вот немножко впадение сейчас поотрабатываем, так чтобы у вас в голове осталось просто через себя. То же самое с колена и в стоечке, но потихонечку можете попробовать без сильных падений. Продолжение следует. Следующий шаг. Осотогари, Учимата, Харайнуши и Учимата База по сотагаре, сейчас мы ее закончили, сейчас Акадасенсеи расскажет немножко для выведения из равновесия кудзуши, для бросков вперед, такие как Таятоши, Учимата, Харайбуши. Примерно для этих техник он будет Цукоми и Кудзуши. Подготовка. Очень важная вещь для этого, это пространство между партнерами для подготовки этих приемов. Не надо слишком близко подходить партнеру. В этом случае у вас не будет пространства для того, чтобы вывести его из равновесия вперед. Вот должно быть примерно такое пространство для того, чтобы хорошо вывести его из равновесия. Примерно для того, чтобы вывести его из равновесия. Дирование, ДИСТАНС. Используйте свои руки. Сейчас мы никакую технику не делаем, только выведение из равновесия, только кудзуши. Это база для многих бросков вперед, которые мы делаем. Давайте немножко поделаем это упражнение. Помните, две точки. Руки и расстояние. Как по этому вы делаете? Конечно, в соревнованиях, когда под ног держит крепко, это очень тяжело поднять вверх. Но, стараясь поднять вверх, вы будете тянуть вверх. Это как тренировка. Чем выше он тянет, он будет вверх. Собрались? Посмотрите. Сейчас, как много людей, по тому, как работают руки. Еще раз, так как много вопросов по тому, как работают руки, еще одно объяснение по этому поводу. Сурите. Посмотрите внимательно. Это один из вариантов того, как вы можете вытягивать. Потому что там разные подготовки под разные приемы, они немножечко будут отличаться. Но, это как бы один из вариантов. Моя, наверное. Сурит, я не знаю. А, так как. Потому что это так. Выбор делает человек, который будет делать, да, технику. В зависимости от той техники, которую он выполняет, он должен будет тот или иной вариант этот использовать. Теперь дальше по хикете. Базовый вариант работы хикете – это разворот запястья. Посмотрите, да, и вытягиваем вверх. Вперед вверх. Конечно же, когда в борьбе борется, в рандоре, да, или в соревнованиях, партнер более крепко держит захват, да, напрягается, и поэтому, конечно же, вытянуть сюда эту руку не удастся. Но этого будет достаточно, если вы будете продолжать, да, работать, если в голове будет такой же образ, то вы тянете руку вверх. Этого будет вполне достаточно для того, чтобы вытянуть партнера немножко вперед. Этого достаточно для выведения зорновесия. Он будет... И если вы даже до этого уровня вытянете руку, то вам легко будет использовать свое тело, и вы легко своим телом сможете повернуться. Если вы будете тянуть просто вперед, да, то если партнер будет напрягаться, он будет закрывать своим локтем пространство здесь, да, и вам не будет возможности развернуться. Вы не сможете выполнить технику. Поэтому должен быть образ такой, что изо всех сил вы должны стараться тянуть руку вперед-вверх. И это как упражнение будет очень хорошо. Две руки работают. И посмотрите, обязательно, вот этот вот сделал еще один акцент. Посмотрите, пожалуйста, на подготовку тела. Очень важно работу ног и бедер. Посмотрите. Это комбинация, да, это совместная работа тела, ног, всего, да, то есть рук, всего корпуса. И иногда многие люди, которые не понимают, они не обманывают, а не обманывают. Это неправильный вариант, который показывает сейчас. Иногда бывают ошибки, когда вы слишком просто ударяетесь от него в груди, но при этом партнер не выходит из равновесия. Это неправильно. Это неправильный вариант, но это самое важное. То есть, когда сильно ударяется грудь в грудь, это хорошо, но это не обязательно для техники. То есть, это не обязательно хорошая техника. Гораздо важнее выводить противника из равновесия. Используйте силу ног, от татами отталкивайтесь. Используйте силу бедер при повороте и переводите ее в руки. Сейчас он объяснял, да, без поворотов, без стоп, без все, просто для того, чтобы… Вначале немножко с обходом сделал. Он спросил о ноге. На полной стопе или нет? На полной стопе или на мысочке? На передней части. Опорные две ноги у него, да, получается? Не надо стоять прямо на ноге. Но вы должны передней часть стопы… Уметь заменять, да, как бы? Да. Когда подходит, просто очень важно… Ну, как знаете, есть образ такой. Под пяткой лист бумаги. То есть она не касается, но при этом у вас вес на пятках не стоит, чтобы вы не падали назад. То есть вес на передней части стопы для того, чтобы вы здесь могли устойчиво быть. При этом не стоять на носках, потому что это тоже неправильно. И вы должны снизить немного. И ты улетает и улетает, что у тебя на хорошее положение, чтобы вы не подвесли. И очень важно, когда вы подходите в прием, да, при входе в прием, при развороте немножко поднижать, да, садиться чуть-чуть для ног, для того, чтобы в момент работы, когда вы начинаете бросок использовать силу ног тоже для подбива. Давайте сейчас попробуем вот это хикидаси, да упражнение называется, попробуем его поделать в парах, и после этого мы сделаем перерыв. Всем большое спасибо. Начинаем в 3 часа. Продолжение следует. 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 И потом разворачиваемся вперед. Поехали! Продолжение следует... 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 Так, когда у нас есть две стороны, у нас будет третий, вот, для того, чтобы увидеть, что он будет третий. Когда я должен быть здесь, у нас будет третий. Вот, вот, и я могу третий. Окей? Давай! Давай! Просто объясните одну вещь. Еще одна вещь, которую вы должны... Помните! Мы не должны быть слишком быстрыми. Мы не должны быть слишком быстрыми, да? Сейчас, что они делают, это очень, очень лент. Они делают ленту? Нет, нет. Это слишком лент, что они делают. Ага. То есть, что они делают, они выглядят вот так. Они réfléchивают. Да. Оп. Конец. А, он должен быть быстрее. Он должен быть быстрее. Да, немного быстрее. А, окей. Когда мы будем работать, мы будем работать. Нужно быть очень быстрее. Чтобы быть готовыми, да? То есть, нужно как можно быстрее соображать упражнение. Опять, они поняли. Понятно. Да, задание понятно, но нужно делать чуть быстрее. Чуть быстрее. Чуть быстрее. Ну ладно. Наж確ôt. Нет? М walnut. Сейчас мы 우리 directions. Неравидит был. Нет. Нzą ни веточ ent Три точки контроля, видите ноги и рука. И теперь мы должны перейти на четыре точки контроля, то есть колени и руки. Я не буду двигаться теперь. Все время у нас есть лицо открыто. Вы должны давить по диагонали, да, к плечу. Это когда вы делаете кеса-гатами, держание сбоку, кеса-гатами. Йокуши-ху-гатами вы должны лежать поперёк. И мы не должны перейти на плечи. Плечи не должны быть на центральной линии тела. Здесь также диагональ, здесь переход, здесь также диагональ. И снова переходите кеса-гатами. Сейчас мы делаем это без рук. Посмотрите, задача только контролировать своим телом. Только телом. Мы также не должны касаться головой и татами. Если вы туда уйдёте головой, то тогда партнёр может вас опрокинуть. Теперь мы также используем руки, но без захватов. Без захвата кимоно. Без захвата кимоно. Без захвата кимоно. Я буду снять один bras, а потом другую. Один за один. Вы не двигаете все руки вместе. Просто один, а потом второй, а потом третий. Руки права, руки лево. Попеременно переходят. Одна. Вторая. Давай ещё. Давай. Давай. Снова переходишь руками, оп, сюда, и дальше переходишь, и так. Понятно? С руки все время раз, 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 раз. Оп, оп. Продолжение следует... Сейчас мы делаем как бы такую полностью, да, как бы программку, видите, от одного к другому, но когда вы начинаете обучать, конечно же, не надо давать все сразу. Вы делаете шаг за шагом, то есть на первом уроке, там, на первом занятии вы даете там переход от одного, от кудзури кеса-гатами, там, к йоку-шиху-гатами, максимум там один-два перехода, да, так, чтобы они привыкали, детишки, к этому. В 역алке все время раз, кстати, держалиbnюбюши. Девятый шаг и todas, чтобыinkleoot, то естьtóм и ткэ. Первый шаг – это To 반омнение срывать. Девятой шагом – это то, что это получше. Дasse помощью к дачке. И это же такое – это терапит. Девятый, второй шаг – это перехват. Моем инейстанет. Тут всеnya даже р Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok C'est pour ça qu'il est important d'avoir des appuis, de contrôler, de ne pas baisser la tête, mais de voir tout ce qui se passe. C'est à dire, quand on sort, on n'est pas en défense, on revient en position d'attaque. C'est à dire, quand il a créé un espace, on doit sortir, mais d'arrêtement essayer de trouver une position d'attaque. C'est à dire, on doit faire un espace, on doit faire un espace, on doit faire un espace. Alors, juste maintenant qu'on a compris le principe, on a compris le principe pour enchaîner. C'est à dire, c'est à dire, c'est à dire, c'est à dire de saisir les genoux, le contrôle, ok, récupérer et s'installer. C'est des choses très très simples, mais qu'il faut connaître, il faut faire à droite et à gauche. Le contrôle. Clos de l'air, pousse de contrôle là, et puis détroit ton bras. Я контролю, это важно. Я делаю это. Я делаю это. Я ручку, я могу опускать и контролировать. У меня партнер в моем спине, который будет гениться. Поэтому, это нужно, чтобы двигаться легче, и контролировать. Ручку. Это важно, это для того, чтобы убежать их, если я делаю это и так, это и так. В основном в работе, все это, все, 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 рути, колпус. Корпус, нужно контролировать, когда у нас контролировали. Контроль. 1 контроль, 2 контроль, 3 контроль. Окей? Можно ли мы ассоции? Потому что у нас, или нет? Это только между нами. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok